Всем привет, уважаемые подписчики! Вы на канале Киприотики, с вами Дмитрий Новицкий. Не так часто я делаю обзоры вилл, бунгало, тонхаусов, а если и делаю, то не всегда у меня эти тонхаусы и виллы вызывают какое-то впечатление. Вот сейчас это видео о том, что я посмотрел виллу на северном Кипре, бунгало, которое меня реально впечатлило, и впечатлило меня не только своим расположением, дизайном, прочими-прочими моментами, но также впечатлило и соотношением цены и качества. На данный момент, я считаю, это один из самых лучших вариантов, которые я сейчас встречал на северном Кипре. И что вас еще больше заинтриговать, я хочу сказать, что эта вилла стоит по цене дешевле, чем апартаменты 2 плюс 1 у застройщиков в проекте, который находится буквально в 200 метрах от этого комплекса. В общем, я думаю, вас заинтриговал, поэтому не приучичайтесь, смотрите это видео, и приятного вам просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok Начнем, друзья, сразу с изучения интерьера этого бунгало. Что могу сказать, при входе у нас хорошая дверь, добротная, есть козырек, опять же, есть возможность, чтобы поставить какую-то там обувь, которую не хочется заносить в дом. За дверью у нас располагается прихожая, 4 секции, здесь что-то внизу можно расположить, это секция для верхней одежды и еще сверху большое, скажем, пространство, чтобы что-то хранить. Обратите внимание, это все стандартная отделка, застройщик предусмотрел некое разделение, чтобы все-таки ощущалось, что это зона коридора. Это металлическая декоративная решетка, она красиво у нас зонирует гостиную зону, от вообще зоны прихожей. Само бунгало состоит из трех спальных комнат и объединенной гостиной с кухонной частью. Ну, вы видите, благодаря этому зонированию у нас есть даже тут разделение, которое позволяет здесь красиво поставить диван, зону ТВ разместить. Обратите внимание, точечные светильники, короба, большое трехстворчатое окно, которое дает немало света. Слева располагается аналогичное окно, точнее, окно, выходящее на скрытую террасу. Она, получается, ее можно будет оборудовать также, сделать, может быть, даже сверху какое-то прикрытие перголы, у вас будет такая закрытая своя терраса, либо сделать зимний сад. Тут вам как уже душа пожелает. Общая площадь этого бунгало составляет 150 метров квадратных, и это очень даже неплохо. Плюс то, что мы видим в кухонной зоне, есть выделенная зона обеденная, где можно поставить обеденный стол. Есть много источников естественного освещения, то есть окна, дверь, окно, которое выходит на террасу, ее потом покажу позже. Г-образная кухня. Ну, вы сами видите. Отделка стандартная, шкафчики под дерево, искусственная, столешница из искусственного камня, все довольно неплохо. Есть ниша и для холодильника, для духового шкафа, СВЧ-печи, и также для посудомоечной машины. И обратите внимание, опять напротив кухни есть три окна, ведущие в зимний сад, и это дополнительное освещение, которое создает, вот много света дает, конечно же, у нас есть здесь санузел, он гостевой, тут нет душевой кабины, но обратите внимание, довольно все качественно сделано, инсталляция, зона для того, чтобы помыть, зона с мойкой, с шкафчиками, опять же, зеркало, так это, тут ничего не меняется, не буду трогать. Обратите внимание, что все у нас в плитке, и зона гостиной, проходная зона, и зона, которая ведет в спальные комнаты, но очень важный нюанс, на который я хочу обратить ваше внимание, собственники предусмотрели в каждой комнате, в гостиной, в спальне и так далее, теплые полы, представляете, то есть у вас уже будет решен вопрос с тем, что зимой на вилле будет тепло, и как раз таки я по опыту своей виллы могу сказать, что теплые полы, которые находятся под плиткой, намного эффективнее, теплее, и больше сохраняют тепло после выключения, нежели, если бы это был ламинат. Обратите внимание, тут возможно еще, а, даже невозможно, а 100% вот виднеется лента, то есть эта зона TV будет еще красиво подсвечиваться. Есть место для установки кондиционеров, полы, ой, стены и потолок, как вы видите, имеют короба, в этих коробах также спрятана система освещения, поэтому здесь будет точечное, не только точечное освещение, как в зоне гостиной, но и также еще освещение в этих коробах, что будет тоже создавать определенный такой красивый вид. Зона спальная, она у нас отделена дверью, и это плюс, то есть мы можем закрыть дверь эту и отгородиться уже от постороннего шума. Здесь уже в этой зоне у нас есть коридор, который идет в комнаты спальной, и также есть огромный санузел с душевой кабиной, обратите внимание, его размеры, порядка 8-7 метров квадратных, красивая. Красивая у нас идет фурнитура, калея, мойка, внизу, обратите внимание, как все сделано, плюс широкий душ, широкая душевая кабина, то есть можно встать два человека спокойно, нету никаких металлических этих пропедисталов, все в плитке, вода не будет попадать, потому что есть разуклонка и плюс еще выступающий такой порожек. Попадаем в первую спальную комнату, она имеет примерно 9 квадратных метров площадь, да, она небольшая, но обратите внимание, все тут сделано довольно хорошо. Первое, встроенный шкаф, 4 створки до потолка, потолки здесь порядка 2 метра 80 сантиметров, даже, наверное, и выше. Здесь можно поставить двухспальную кровать и все, и опять же, есть выход во внутренний сад, то есть, это своя закрытая территория, которую можно классно оборудовать, либо посадить какие-то тропические эти растения, красивые, либо наоборот, здесь вынести зону стулья, и просто можно фактически не боясь быть увиденным, благодаря тому, что все-таки прикрыто это все специальной перегородкой, чувствовать себя как будто находишься в своем закрытом пространстве. Полы, обращаю внимание, во всех комнатах установлены теплые полы. Вторая спальная комната, она имеет размеры чуть побольше, шкаф трехстворчатый. Ну, вы понимаете, что места в этих шкафах будет достаточно для тех людей, которые будут здесь проживать, и для ребенка, и для взрослых. Опять же, если у нас выход из окна на детскую площадку, учитывая, что комплекс небольшой, поверьте, здесь шума особо не будет большого, и небольшое такое мини-футбольное поле. Следующая комната, она здесь самая большая, самая просторная, имеет выходы на бассейн, ну, то есть, точнее, окна, выходящие на бассейн, окно, выходящее на детскую площадку, большой трехстворчатый шкаф. Как вам желаемые подписчики, это бунгало. У меня, кстати, много запросов было от клиентов, клиенты, которые постарше, они не все любят виллы, которые идут двухуровневые, с этими лестницами, подъемом. Есть у кого-то пожилые родители, которым тяжело с возрастом подниматься по этим лестницам. И то, что здесь спальная комната находится все в один этаж, я считаю большим плюсом, потому что люди, которые заселяются, как правило, муж и жена, они любители иногда, чтобы, особенно если приезжают уже взрослые люди, уже дети выросли, они хотят, чтобы у них были отдельные комнаты. И, представляете, когда у вас двухуровневая вилла, там 4 плюс 1, например, как у нас, отделить эту комнату, одну там, за нее бороться, кто будет иметь прав в ней жить, ну, вряд ли хочется, чтобы доходило все до таких вот даже мелких бытовых конфликтов. Тут три комнаты находятся на одном уровне, и это, я считаю, очень круто. В общем, давайте я вам покажу дальше, как у нас выглядит участок. На участок мы можем выйти несколькими способами. Это через зону гостиной, опять же, через нашу входную дверь, мы выйдем через зону гостиной, где будет располагаться обеденная зона, и попадаем на террасу, которая имеет козырек, хороший, то есть можно в тени, учитывая, что солнце у нас сейчас час дня, солнышко уже находится в зените, в той части, как раз здесь остается очень хорошая тень, и можно поставить здесь и шезлонги, можно поставить здесь столик со стульями, и проводить время на террасе. Плюс, застройщик предусмотрел, я не знаю, либо застройщик предусмотрел, либо все-таки это собственники предусмотрели наличие мангала, печи такой, зоны для того, чтобы можно было тут как бы дровниться небольшая, зоны, чтобы там разделались те же самые шашлыки, прочее, прочее, есть подсветка в вечернее время, опять же, обратите внимание, у нас на этом плитка не заканчивается, ее расширили, увеличили зону, конечно, за счет того, что бунгало у нас идет в один этаж, участок четыре сотки, который здесь есть, он из-за площади виллы самой уменьшился, но поверьте, для тех, кто переезжает сюда, жить, тут явно не будет делать какой-либо огород, и для них это будет достаточно. Бассейн здесь 21 метр квадратных, он довольно глубокий, сейчас, понятное дело, он спущен, его почистят перед вводом эксплуатации, потому что дом только ввели в эксплуатацию, есть удобные ступеньки, на которых можно даже при желании посидеть на этих ступеньках, и удобный спуск в этот бассейн, это достаточно для того, чтобы проводить на террасе, на улице время. Но, учитывая, что это бунгало, у него есть, понятное дело, не только большая площадь внизу, но и большая площадь на крыше, и часть вилл, которые здесь находятся, застройщик сделал кровлю неэксплуатируемой, но наши собственники, они это делали как для себя, поэтому они предусмотрели, заплатили больше за это денег, но сделали эксплуатируемую кровлю, общая площадь которой составляет порядка 61 метра квадратного, то есть, представляете, хорошая эксплуатируемая кровля, обратите внимание на соседнее бунгало, неэксплуатируемая кровля, просто стоят эти баки и все, ничего такого нет, и здесь заморочились, сделали ограждение стеклянное, установили душ, при желании тут можно опять же поставить перголы, вынести джакузи и наслаждаться видами на горы, конечно, море в той части мы не увидим, потому что это фактически второй этаж или первый по-кипрскому, но я считаю, это не настолько прям критично, кроме этого, для тех, у кого есть детки, они могут спокойно выпускать свое чадо на улицу, прям вот, выйдя за территорию этого дома, она прям гуляет на этой площадке, можно видеть его из окон своего дома, есть небольшая детская мини-футбольная площадка, в принципе, это маленькая небольшая инфраструктура, которая достаточно для этого комплекса, учитывая, что тут живут дети, в том числе с семьями, но небольшое количество детей, вот даже сейчас часть людей уже сюда заселилась, я не вижу тут какого-то там, и даже когда вечером приезжал, я не видел тут какого-то мега-шума, поэтому расположение рядышком детской площадки, я не считаю, я считаю, это даже больше плюсом, чем каким-либо минусом, и я думаю, что эту площадку, как раз таки это бунгало, могут использовать люди не только для того, чтобы постоянно проживать, но и для того, чтобы издавать как минимум долгосрочную аренду для семьи с детьми, и это будет пользоваться спросом. так, еще раз, уважаем подписчики, назову характеристики этого бунгало, одноэтажное бунгало, три плюс один, общей площадью 150 метров квадратный, имеет эксплуатируемую кровлю 60 метров квадратных, имеет также теплые полы, это очень важно во всех комнатах, располагается в небольшом комплексе закрытого типа, который имеет и асфальтированные дороги, тротуарные, рядышком находится кольцо Атюкена, которое позволяет выехать буквально через, за 5 минут доехать до Лонг Бич с пляжной зоны, 5 минут до того, чтобы доехать до Саламиса и 10 минут для того, чтобы доехать до Фомагусте. Для кого эта вилла может быть интересна? В первую очередь для семьи с двумя детьми или там взрослых людей, которые предпочитают чуть больше, либо жилой пары, которые предпочитают чуть больше пространства для спокойной жизни, для проживания в шаговой доступности от, не в шаговой, а в 5-минутной доступности от школ, то есть от школы из Келле государственных, от частной школы Ниарис, которая находится в Йене и Буазичи, от магазинов, инфраструктуры Лонг Бича и прочего. До моря, если по прямой посмотреть, тут расстояние порядка 900-1000 метров максимум. Причем это все идет через по хорошей асфальтированной двухполосной дороге и это, я считаю, является огромным плюсом. То есть это не деревня, где там все раздолбанно, где там, короче говоря, каждый строит как хочет и облагораживает свою территорию и прилегающую территорию. Здесь все очень аккуратно. Также территория этой виллы имеет место под паргинг. Здесь можно бы оборудовать также закрытую перголу, чтобы ваше авто не находилось по солнечным лучами. Есть у нас выход, вывод крана, чтобы можно было поливать участок, помыть свое авто и прочее. Есть вокруг территории по периметру дома подсветка и это огромный плюс. Но и самое главное, обратите внимание, нормальная облагороженная дорога. Рядышком находится оливковая ферма. Здесь будет у вас птички петь, просто будет красота, одно только просто вот загляденье. Впереди располагается опять же закрытая часть. Там не факт, что будет что-то строить в ближайший период времени, а даже если и будет, стройка будет располагаться на довольно большом расстоянии и шум этот не будет мешать. Ну и посмотрите, сама прилегающая территория. Вполне хороший, аккуратный, тихий, спокойный комплекс. С удобными тротуарами, местами для парковки машин, небольшая детская площадка, которая в вечернее время будет освещаться. Здесь, конечно, застройщик небольшой зеленей также предусмотрел. Это еще все будет еще доделан, доведено до своего ума и будет очень, я считаю, хороший комплекс. Здесь есть часть зеленой зоны, которую можно также облагородить, засадить какими-то растениями. Опять же, видите, предусмотрены краны для полива, подключения шлангов. Высадить красивые деревья, кустарники, какие-то плодоносные деревья и будет просто красота. Бунгало на северном Кипре недалеко от моря с хорошей инфраструктурой и по шикарнейшей цене. Забыл сказать, друзья, забыл сказать, уважаемые подписчики, что здесь уже оплачен НДС 5% и трансформаторный сбор. Из дополнительных платежей, которые вам нужно будет сделать, это заплатить 6% за регистрацию в земельном кадастре и 0,5% налог, гербовый сбор в налоговой. И, конечно, если вы захотите на себя переоформить титул в последующем, вы также заплатите 6% и это будет ваша вилла с вашим участком на ваше имя, в вашей собственности. Вот так-то. По поводу стоимости. Стоимость этой виллы настолько дешевая, что я даже не хочу на видео озвучить эти цифры. Я могу только сказать, что это дешевле апартаментов 2 плюс 1, которые находятся в стройке у застройщика. И вы получаете за эти деньги готовое бунгало с теплыми полами, с большой и огромной эксплуатируемой террасой 60 метров квадратных, площадью 150 метров квадратных, участком 4 сотки и бассейном. В общем, и в локации до 1 километра от моря в шикарном уютном комплексе. В общем, если вам понравилось это видео и заинтересовало это вилла, пишите мне в личное сообщение либо в Telegram, либо в WhatsApp, либо под этим видео. И я вам, каждому из вас, обратившихся, дам более детальную и конкретную информацию. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok